Оказывается, все это время Жайка был не Жайка. В курсе, что вот еще в 83 году это вот так вот выглядело. Оккультная магическая практика изучения магии. То есть, ну, без малого Хоггартс, понимаете? Ну хорошо, а они сюда не могут пойти? Нам вернуться надо. Ну вот сюда вот. Чуть-чуть. Ну давайте. 20 метров назад. Давайте. Недовольный человек о чем-то говорит. И обратите внимание, он уже говорит в трубку. Мне на плечи кидается век волкодав. Ну не волк я по крови своей. Зайка научился договариваться о том, чтобы дождя не было на его экскурсиях. А вот о том, чтобы дождя не было во время съемок, Зайка еще договариваться не научился. Поэтому сегодня, к сожалению, иногда этот окранчик будет в таких капельках. Его придется вот так вот протирать. Ну а что? Жизнь, боль. Был когда-то скандал знаменитый, что... Ну вот туда дальше... Да, разведемся в эту сторону. Туда дальше. Там находится у нас Детский мир. И, соответственно, они когда отремонтировались, там была долгая такая реконструкция. Была реклама. Приведи ребенка на Лубянку. Или приведите детей на Лубянку. И народ не понял. Потому что Лубянка у нас ассоциируется исключительно с понятным, как бы, чем. И, собственно, об этом сегодня будет идти речь. И мы вот сначала пройдем вот туда, потому что тут, ну вот за зданием участвительного центра скрылась квартира Владимира Маяковского, который активно на самом деле пиарил, по-современному говоря, ГПУ в то время. И здесь есть ему памятник. Я вот тут буквально вчера водил экскурсию. И мы пришли к выводу, что даже в Петербурге памятник поэтому куда более симпатичный. Потому что тут он напоминает какого-то сверхчеловека по проекту Альберта Шпейера для Адольфа Гитлера. Маяковский действительно писал стихи, которые очень сильно отобразились, нашли отражение в духе эпохи. Вот видите, какой он. Ну вот прям такой вот. Пацан-пацан. Детей, которые не едят манную кашу, можно пугать смело вот этим человеком. Вот я вам сейчас зачитаю одно стихотворение. Тебе, поэт, тебе, пивун, какое дело тебе до ГПУ? Железу незачем, комплименты лестные. Тебе нельзя ни славить, ни вымести. Простыми словами говорю, железные необходимости. Крепче держись-ка, не съесть врагу, солдаты Держинского союз берегут. От потрясающей рифмы. Держись-ка, Держинска-га. Враги вокруг республики рыскают. Не к месту слабости разнеженность весеннее. Будут битвы громче, чем крымское землетрясение. Есть твердолобы. Есть твердолобы вокруг и внутри. Зорчий вобочий кист смотри. Мы стоим с врагом о скулу. Скула и смерть стоит, ожидая жатвы. ГПУ – это наши диктатуры. Кулак сжатый. Храни пути и речки, кровь и кровь. Без врага секретчики и крой КРО. Значит, что такое КРО? КРО – это контрразведывательный отдел. И, собственно, вот об этом мы сегодня будем говорить с небольшими перерывами. Потому что я вам расскажу про абсолютную доблесть и, в общем-то, абсолютный позор. Лубянки, когда мы говорим «Лубянка», понятно, что это гипербола. Имеется в виду все вот эти вот у нас ГПУ, ГПУ, НКВД, КГБ, ФСБ. У меня есть целый цикл лекций, посвященных истории древолюционного терроризма. И одним из главных фигурантов во всем этом является Борис Викторович Савенков. Это человек, который возглавлял боевую организацию социалистов-революционеров СССР. И под его руководством были осуществлены самые громкие теракты начала XX века в Российской империи. Прежде всего, конечно же, это Сергей Александрович, убитый здесь, неподалеку, в Кремле. И Вячеслав Константинович Плеве, министр внутренних дел, убитый возле Варшавского вокзала в Петербурге. Точно так же они пытались убить адмирала Дубасова, назначенного тогда генерал-губернатором Москвы, для подавления восстания 1905 года. О котором вы, кстати, можете посмотреть мой первый, ну, предыдущий, точнее, ролик московский с красной пресни. Обычно, когда, кстати, говорят про это здание, говорят, что здесь висит всего лишь одна мемориальная доска, посвященная Андропову. Это не так. Есть еще одна мемориальная доска, висящая вот здесь. И она гласит нам, что архитектор этого здания Щусев. И сейчас мы буквально на секундочку прервемся, потому что я вам хочу показать несколько картинок, как это все выглядело раньше. Какие-то картинки я буду показывать вам воочию, а какие-то буду подставлять. Вот, например, вот это вот у нас площадь. И обратите внимание, что там, где Наутилус у нас стоит, стояла вот такая часовня. Это часовня, это не церковь. По проекту архитектора Каминского это практически домашний архитектор братьев Третьяковых. Но Павла Михайловича имеется в виду, прежде всего. Он был женат на их сестре. Церковь Святого Пантелеймона, точнее, часовня. А вот здесь торчит маковка церкви Владимирской иконы Божьей Матери. Значит, там у нас были Ильинские ворота по улице Ильинка названы. А здесь у нас, соответственно, Никольская улица, но ворота назывались Владимирские. Именно по этой церкви. И еще я хочу обратить ваше внимание вот на этот вот фонтан. Это фактически бензоколонка, если выражаться языком того времени. Мы рассказываем про эти места. Что вы делаете? Про эти места рассказываем. Да, вот, видите, показываю, как раньше выглядело. Мы не акционисты, не переживайте. А это чтобы ярче в кадре выглядеть. Спасибо. Да, вам спасибо. Миллион раз меня спрашивают, бывают ли какие-то проблемы, когда я вожу экскурсию вокруг Лубянки. Никаких. Никогда. Подходит очень вежливо, иногда просит передвинуть группу. За это, конечно, ты передвигаешь. Вот это все то же самое, только в цвете. Это одна из, соответственно, у нас открытых дореволюционных. И я вам сейчас покажу картинку, где вот я бы без пол-литра вообще бы не разобрался, что к чему. Дело в том, что если бы мы перенеслись по Мясницкой чуть повыше и посмотрели бы, опять-таки, вот на эти самые ворота, вы теперь уже знаете, что это Владимирские ворота, слева как раз вот эта вот церковь, которая была перестроена вообще по завету матери Петра Первого. А вот эта вот церковь Гребневской или Гребневской Божьей Матери, она стояла прямо вот здесь вот, на месте, соответственно, у нас здания вычислительного центра. Эту икону подарили Дмитрию Донскому жители города Гребня после победы над Мамаем. И здесь, в этой церкви, ну, на кладбище возле этой церкви был похоронен, например, Магницкий, автор первой математики у нас, по которой еще Ломоносов учился, Василий Тредиаковский, наш поэт, Зотов, приспешник Петра Первого. Вот эта церковь. Я скажу честно, я не знаю, что это, но это, скорее всего, либо коронация Николая Второго, либо это 300-летие дома Романовых. Скорее всего, первое, я думаю. Потому что не так часто вообще царская семья сюда заходила. И что самое удивительное, если мы посмотрим вот на это заведение, кстати, обратите внимание, что здесь вот у нас герб более нам привычный, я вам покажу менее привычный для нас герб. Я вам сейчас поставлю фотографию, что раньше стояло на этом месте. Точнее, даже не стояло, а что было выбрано. Где стояло два дома страхового общества «Россия». И... А вот мы даже сейчас можем поставить эксперимент. А давайте мы даже на вас эксперимент поставим. А вы в курсе, что вот еще в 83-м году это вот так вот выглядело? Нет, я в 89-м родился. Нет, ну это же не обязательно родиться. То есть вот этот вот дом, он еще был жив. То есть вот здесь вот. То есть это здание на самом деле было построено из двух домов доходных общества «Россия». Вот. И вот оно еще до 83-го еще дожило. Потом же Щусев его достроил. Потому что, видите, не зря мы сегодня пришли. А можно вопросить, если вы долго будете здесь? Не-не-не, мы сейчас уже уйдем. Мы потом пойдем туда, не переживайте. Да, все. Все. Я все понимаю прекрасно. Да, видите, как это все дело выглядело? Побыстрее надо отсюда валить. А то, знаете, розовые зайки не очень вяжутся с КГБ. Ну и вот здесь одна мемориальная доска у нас Андропова. Я тут недавно делал пост. Дай-ка мне мой телефон. А вот я его сейчас достану. Я тут делал пост у себя ВКонтакте. И вчера вот у группы спрашивал, какие у них вообще ассоциации с фамилией Андропов. Ну и мне, естественно, сказали, борьба с тунеянством, борьба с пьянством. Это было действительно так. Андропов писал стихи, как выяснилось. Вот я вам одно из них прочитаю, мое любимое. Сбрекнул какой-то лиходей, как будто портит власть людей. О том все умники твердят. С тех пор уж много лет подряд, не замечая, вот напасть, что чаще люди портят власть. Действительно, я совершенно помню это время, когда в школе, не то чтобы мы были прямо заядлые прогульщики, но иногда хотелось винтить с уроков и пойти в кино. Так вот ходили страшилки о том, что ходят по кинотеатрам представители милиции, всех берут за шкирку и проверяют, насколько обоснованно вы там находитесь. Потому что шла активная борьба с тунеянством. И вот эта вот череда похорон. Ну сначала Брежнева, я вам скажу честно, я в детстве воспринимал просто как какого-то актера. Ну, детский мозг не мог воспринять это все серьезно. Вот это вот все. То, что у нас всякие юмористы так прекрасно пародируют. Потом умер Андропов. Потом, соответственно, какой-то Черненко вообще. Кто он, что он, откуда он взялся, тоже умер. Одна единственная была радость, что как только кони эти люди двигали, в школу можно не ходить. Правда, в стороне трау и не показывали мультики. А я вам прочитаю еще одно стихотворение Андропова. Мы бренны в этом мире под луной. Жизнь только миг, небытие навеки. Кружится во вселенной шар земной. Живут и исчезают человеки. И еще одно дивное стихотворение, раз уж зашло речь про поэзию ЧК, это такой Александр Идук, который, естественно, как и большинство чекистов, в такой направленности закончил плохо. В 1936 году его расстреляли. При этом в 1923 году он привлекался к ответственности за пьянство и игру в казино. Значит, на вашем столике бутоны полевые, ласкаю нежным запахом издалека. Но я люблю совсем иные пунцовые цветы ЧК. Когда влюбленные сердца стучатся блузой, и страстно хочется распять их на кресте, нет больше радости, нет лучших музык, как хруст ломаемых из жизни и костей. Вот от чего, когда томятся ваши взоры и начинает страсть в груди вскипать, чертнуть мне хочется на вашем приговоре одно бестрепетное к стенке расстрелять. Ну, в общем-то, и такое бывало. Я специально вас обвел вокруг этого здания, потому что оно здесь меняет фактуру. С этой стороны оно было достроено архитектором Лангманом, мы еще на это посмотрим. А вот здесь совершенно потрясающий у нас дом общества «Динамо», построенный по проекту, не могу сказать, петербургского и ленинградского архитектора Фомина, потому что он вообще в городе Орле родился, но он очень много у нас построил. И самое главное, у него был проект под названием «Новый Петербург». На Васильском острове есть остатки, на площади Балтийских Юнг и там, где просвет Кима, два дома по проекту архитектора Лидволя и на улице Каховского. То есть это был целый квартал, который задумывался по классическому принципу. Здесь я всегда спрашиваю, что не так вот с этим гербом. Видите, тут еще шесть у нас полосок. То есть это герб, самый первый СССР. У нас было и шесть республик, у нас было шестнадцать республик, у нас было пятнадцать республик. Теперь ни одной, как мы знаем. И вот здесь как раз очень хорошо видно сочленение двух корпусов. И что вообще это здание, помимо всего прочего, еще включает в себя аж кусок улицы Малой Лубянки, на которой мы еще сегодня с вами окажемся. Вот она вот там вот проходит. Ну а архитектор Фомин, он у нас был классицист. То есть дело в том, что классическая архитектура, она ведь, у нее пик был при сначала Екатерине Второй, потом при Александре Первом, потом при Николае Первом. Ну а потом она начала сходить на нет. Стали у нас возникать так называемый неорусский стиль, византийский стиль. Архитектор Тон был провозвестником этого стиля. Потом у нас была эклектика, потом модерн довольно долгое время торжествовал. Ну как долго, лет десять. В Москве это, прежде всего, Кекушев, конечно, Лев Кекушев. А потом опять вернулись к неоклассике так называемой, то есть в начале 20 века. Вот в Петербурге, например, дома Бельбелья Клазарева на Мойке. Это как раз постройка Фомина в такое абсолютно классическое строение. После революции восторжествовал функционализм или конструктивизм, как его принято называть. И, конечно же, все вот эти вот колонны, как Алексей Толстой писал. Мои же года хорошим было тоном, казарменному вкусу подражать. И четырем или осьми колоннам вменялось долго шеренгую стоять. Под неизменным греческим фронтоном, имеется в виду, соответственно, традиционный мотив. Вот тут мемориальная доска, да, жилой дом общества Динамо. Почему здесь был построен жилой дом общества Динамо? Потому что Феликс Индунович Дзержинский, о котором мы еще с вами будем говорить, он был одним из инициаторов организации этого общества. Для того, чтобы там молодые чекисты особо не бухали и занимались спортом, это было построено. И начально по проекту вот на этой стороне должно быть точно такое же здание. То есть эти два корпуса должны были фланкировать этот вот, сейчас он называется, Фуркассовский переулок. Ему возвращено историческое название, он вообще по фамилии Фуркасси, некого французского портного получил свое название. Это нас еще коснется этой темы, когда мы будем говорить про церковь Святого Ледовика. Но архитект Лангман возвел в итоге вот эту вот часть. И если мы посмотрим вот сюда, то есть, значит, функционализм, конструктивизм, а Фомин начинает в Иваново, или как сейчас принято говорить, я все никак не могу, блин, привыкнуть к этому, в Иванове, в Иванове Вознесенске, строить корпуса там для местного университета. У меня есть отдельный выпуск об этом, про Красную Дорику, он так ее называл, Красная Дорика. Значит, что он делал? Он, вот если мы посмотрим, да, у колонн всегда должна быть база и всегда должно быть навершие. Там капители, в виде там, не знаю, ионических вот этих вот ушей, или каримские, или просто если в дорическом ордене вот это абака называется. И у этих колонн еще должно быть то, что называется курва-тура. Курва- это не то, о чем вы подумали, курва-тура это изгиб, или энтазис еще называется. То есть утолщение, где-то треть колонны и должно быть утолщение. Это древние греки додумались, что когда вы смотрите на здание снизу, чтобы колонны были стройнее, их надо делать такими немножко пузатыми. Мы это не видим, если об этом заранее не сказать, но оно есть. Здесь этого ничего нет. То есть колонны прямо до самого верху, прямые, как стрелы. Сверху, ну, можно, конечно, условно назвать люкарные, да, такие иллюминаторы. Там жилое помещение, здесь, соответственно, здание для всяких собраний и так далее. И вот этот стиль, который был внедрен Фоминым, да, красная дорика или пролетарская дорика, ее называли, вообще практиково показывает, что как только вы подставляете к слову любому прилагательное красный, с этим можно жить. Совершенно спокойно. Вот это стало таким трамплином для возникновения уже сталинского ампира. Потому что ампир, это по-французски империя, ампир. И вообще в 20-е годы это был полный зашпар, то есть с этим активно боролись, со всеми вот этими имперскими проявлениями. И это касалось и архитектуры в том числе, почему, собственно, и была провозглашена совершенно новая концепция в виде вот того самого функционализма и конструктивизма. Ну а многие думают, что... Да. Можно вас попросить сюда, сюда вернуться, к вам сейчас сотрудники полиции подойдут? А к нам уже подходили. Ну еще раз подойдут, видимо, почему. Ну хорошо, а они сюда не могут пойти, наверное, вернуться надо. Ну вот сюда вот. Чуть-чуть. Ну давайте. 20 метров назад. Давайте. А подходили к вам где уже? С той стороны мы сказали, что мы снимаем экскурсию, ничего криминального. Картинки показали. Мы уже этот ролик проверяли, он здесь у вас. Подходили, саду проверяется. Да, все нормально. Можем вам картинки показать. Все, понял тебя, понял. Здорово. Все, там подходили соседи. Руки подходили соседи. Все, не надо. Все. Всего доброго. Успехов. Да. Вообще без претензий, на самом деле. Пойдем быстренько перейдем. Потому что, обратите внимание, спокойно подошли, спокойно спросили, спокойно отпустили. Никаких проблем. То есть я бы на самом деле мог бы сейчас начать. Ой, менты, козлы. Нет, у них работа такая. Я вам хочу сказать, что во времена какого-нибудь там Советского Союза, я бы тут в костюме зайчика с камерой вокруг не прошел бы. И стихи Андропова бы я бы не знал бы, потому что об этом выяснилось уже потом. Значит, вот это здание, почему здесь висит, например, малоприметная доска Григорию Чичерину, посвященная, извините, не Григорию, а Георгию. Немножко всегда путаю. Значит, это у нас постройка Леонтия Бенуа. Вот если там стояли два дома, посвященные страховому обществу России, ну не посвященные дома, а страховому обществу России, и Бенуа же строил здание страхового общества России в Петербурге на Баховой улице, то Бенуа же строил тоже дом первого страхового общества вместе со своими родственниками. поэтому назван Домом Трех Бенуа на Каменастровском проспекте. Он так и называется, Дом Трех Бенуа. У меня есть проходка там, где я еще в одной форме милицейской хожу. Вот это единственная постройка Леонтия Бенуа в Москве. Этот дом был одним из самых понтовейших домов той эпохи. Была выкуплена земля здесь и был взведен таким странным образом, потому что там у нас стоянка автомобильная. Но, естественно, Бенуа никакой автомобильной стоянки не проектировал. Почему дом имеет такую странную конструкцию, конфигурацию? Потому что там стояла церковь ведения Богородица во храм. И поэтому, соответственно, этот дом ее огибал. Потом церковь снесли благополучно, дом остался. Ну и до постройки высотки нашей МИДовской, сначала Энкида, потом МИД заседал именно здесь. И именно поэтому здесь у нас находится вот этот памятник Маслу Муворовскому. Один из самых, как мне кажется, забавных идиотских памятников в городе Москве. Он установлен в рамках Ленинского плана монументальной пропаганды. Здесь, обратите внимание, есть точно так же герб с шестью ленточками. Это первый герб Советского Союза. Ват Сафаровский, ну, поляк по происхождению, как Дежинский, как Менжинский, как и многие другие. И он вместе с Яковом Ганецким и Карлом Радеком вошел в так называемое заграничное бюро ЦК. Ну, в общем-то, это была такая дипломатическая структура. И он отправился на Лозангскую конференцию. И там, в отеле, он был убит. Морисом Конраде. На самом деле, швейцарцем по происхождению, но обоевавшим во время Первой мировой войны, добровольцем. Убит, потому что, ну, например, у нас на Старопетергофском проспекте, в Москве, есть фабрика кондитерская, точнее, остатки ее на... Это дом 20. Фабрика Конраде, шоколадная. Это дядя, дядя этого Мориса. Дядю убили, фабрику отжали. Отец его тоже, ну, по разным версиям, погиб в застенках ЧК, то ли от побоев, то ли еще от чего-то. В общем, он таким образом пстил. Он там был не один, с ним еще был человек по фамилии Полунин. И был устроен суд, показательный суд над этим Конраде, который практически адвокаты превратили в суд над большевизмом. Было привлечено несколько десятков свидетелей. Они рассказывали про красный террор, особенно про антирелигиозную кампанию. И Конраде оправдали. В этой связи, конечно, это вызвало, ну, понятно, какие эмоции здесь, в Советском Союзе. Памятник выглядит так, как будто у него что-то в промеж ягодиц там застряло. То есть он стоит очень в какой-то странной позе. Есть несколько версий. Одна из них, что типа он во время выстрела, извините, пластика скульптурная, она предполагает какое-то вот такое, понимаете, там, падение или что-то. Мы сегодня как раз увидим там в конце нашей экскурсии, как это принято вообще показывать. Так не изображают раненого человека. Ну, если только выходить жестко над ним постебаться, да. Поэтому почему так, непонятно. Здесь по сторонам стоят еще у нас выграверены. Вот мне очень нравится этот красноармеец. Вот он примерно как Маяковский у нас, только еще более жесткий изображен. Сейчас вот даст просто всем в лоб и в глаз. А я по этому поводу хочу прочитать стихотворение все того же Владимира Маяковского, потому что Владимир Маяковский написал стихотворение под названием «Воровский». И оно прекрасное. «Сегодня пролетариат, гром голосов, роскуй, забудь о всепрощении, воске. Приконченный фашистской шайкой, воровской, в последний раз Москвой пройдет воровский». Уже в 23-м году слово «фашистской» уже использовалось. «Сколько не станет, сколько не стало, скольких в клочья, скольких в дым, где бы не сдали, чья бы не сдала, мы не сдали, мы не сдадим». И вот сейчас моя любимая строчка у Владимира, нашего прекрасного. «Сегодня голоса размолни и штычьим блеском. А, сегодня гнев скругли в огромные бомбы мяч. Сегодня голоса размолни и штычьим блеском в глазах капиталистовых маяч. Чертись по королевским занавескам». Очень легко выучить. Хороший, чистый русский язык. «Сегодня гнев скругли в огромные бомбы мяч. Да, хлебушек решь, маш, ешь. С мягким знакомым. «Чертись». «Ответ в миллион шагов пошли на наглость нот». Имеется в виду нота Керзона. «Миллионную толпу стен кремлевских вызмей пусть смерть товарища сегодня подчеркнет бессмертие дело коммунизма». Вот такое стихотворение пламенное. Пока я не дорассказал про Воровского, хочу сказать, что там наверху у нас находятся элементы, которые я и в Петербурге показываю. И здесь, в Москве, вот между двух колонн, там находится череп. Это букраний, это религиозный, вообще-то, языческий череп, который у нас помещали раньше в древнеримских храмах во время жертвоприношений. Ну, самое, конечно, понтовое жертвоприношение – это бычок. Да, вот бычка принес, и все, и тебе нормас. То есть, вот там, прежде чем, например, идти на собеседование в какую-нибудь компанию, принесите жертву, желательно бычка. И эти черепа, соответственно, висели на стенах храмов. И потом они перекочевали в гражданскую архитектуру. У нас вот Мариан Перетиткович очень любил это дело делать. Оно есть и на доме Вавельбергов, на Невском 7-9, оно есть и на доме городских учреждений, на Кронверской улице, на Кронверском проспекте, извините, напротив Балтийского дома. Абсолютно неправославный знак, хочу заметить. Так вот, дело в том, что Воровскому отчасти повезло, что он был убит в 1923 году, потому что он стал героем, и его именем было названо много чего. Например, Поварская улица, по которой я сегодня вечером буду водить экскурсию. Про нее говорили, была Поварская, стала Воровская. Но, знаете ли вы вот этих вот Якова Ганецкого и Карла Радока, от которого говорили, что он Карл Крадок? Ну, потому что личность была на руку. Нет. А почему? Хотя они были точно так же на дипломатическом фронте. А Ганецкий на ту беду еще и одним из соратников Ленина. А потому что их репрессировали потом, в конце 30-х годов. Расстреляли благополучно. И что-то не подсказывает, что и Яковского ждала бы такая же участь, но вот он погиб с мертвых рабрых. При исполнении служебного долга отсюда памятники, наименование улиц и так далее. Вот это вот прекрасное, редкое для Москвы сооружение в стиле барокко, потому что... Ну, оно напоминает створение Саввы Чевакинского. Немножко расстреля. Тоже можно предположить. Я не буду рассказывать про сцены, связанные с Растопчином, который здесь устраивал самосуд. Вот тот дальний корпус, он вообще содержит в себе стены палат Дмитрия Пожарского. Того самого Дмитрия Пожарского, который вместе с Мининым спас наше отечество в смутное время. А изначально он был по профессии стряпчий с платьем. Так звучала его официальная должность. Стряпчий, это не потому, что он что-то там стряпал на кухне, яичницу жарил. Нет, это вот так называлась должность. А с платьем, ну, в общем, камергер эта должность потом стала называться. Человек, который, по сути, одевал царскую особу, заведовал ее гардеробом. И должность эта была крайне-крайне почетная. Мы с вами пришли в Арсанофельский переулок. Я не буду здесь рассказывать грустные истории, потому что мы этого еще коснемся. Но вот там была автобаза, и в Арсанофельске переулок, это в Арсанофельске, он вообще был назван, ну, понятно, по тому в Арсанофию здесь стоял. Храм его честь, храм потом снесли благополучно. А здесь на этой автобазе происходили не такие массовые, как в 30-х годах, но расстрелы. Для этого включали автомобили грузовые и, в общем-то, шпарили. Этот же переулок вошел у нас в историю с... Как это? Концессионеры, да? Вбежали сначала, бодрые как жеребцы, в Петровский пассаж. А когда там все накрылось медным тазом, вот сюда Астап Бендер приходила к Эллочке-людоедочке. Здесь Ильф и Петров поселили эту героиню. Эта грустная нота по поводу расстрелов, мы ей закончим, потому что сейчас хотелось бы начать нашу основную главу повествования, связанную вот с упомянутым с самого начала человеком, который выглядел... Вот, кстати, о птичках картинка, как выглядел этот дом первого страхового общества, когда здесь стояла церковь Веденская, с которой она вышла Борис Викторович Савенков. Значит, он после того, как была выявлена двойная роль Евна Азефа, это, кстати, Меньжинский, Вяча Божья коровка, как его называли, Вячеслав Рудольфович... Вот это Савенков уже в таком зрелом возрасте, видите, такой лысыватый. А вот это, это пик его карьеры. Это он вместе с генералом Корниловым. Ирония судьбы заключается в том, что вот этот вот бывший террорист, литератор, кстати, неплохой литератор, я цитировал его произведение «То, чего не было в прошлый раз», когда мы ходили по Пресне, по Красной Пресне, извините, Пресне. И просто, это к вопросу, опять-таки, с приставкой слова «красный», да, была Пресня, стала Красная Пресня. Он стал товарищем министра военного, ну, заместителем, и вообще метил туда, и был, ну, по современному говоря, мэром города Петрограда. То есть вы можете себе представить? И, ну, вот я сейчас про Корниловский мятеж не буду рассказывать долго, потому что мы иначе не злинемся отсюда. Но Корниловский мятеж, к сожалению, Савенкова похоронил. Он не сделал карьеры, уехал из России, но свою террористическую деятельность не забыл, а стал ее активно продолжать. На этот раз уже против советской власти. Но, что он не учел, то, что советская власть, это не царская власть. И советские органы безопасности, вновь созданные, это не царские органы безопасности, которые с ним ничего не могли сделать. Потому что Савенков умудрился даже из Савастопольской тюрьмы бежать, когда его там приговорили к смертной казни. Деятельность его была довольно активная. В общем-то, и в Ярославле, и в Рыбинске он отметился. И, конечно же, людям в органах ЧК хотелось с ним покончить. И вот, когда мы говорим про Держинского Феликса Идмодовича, все время все думают вот про то вот здание, с которого мы начинали. На самом деле Феликс Идмодович был вот здесь. Здесь ему висит мемориальная доска. Сколько раз я водил здесь экскурсии. Даже москвичи, не все, на самом деле, обращают на это внимание. Именно здесь был его кабинет. Именно отсюда происходили все руководящие, вся руководящая работа. И, прежде всего, мы сегодня с вами говорим про операции, ну, было две самых известных операции. Значит, одна Трест, а вторая Синдикат-2. Вот мы сегодня будем говорить с вами про Синдикат-2. На самом деле, я вам хочу сказать, что есть фильм советский, неплохой, 81-го года. Держинского там играет казаков. И, в принципе, там довольно точно и подробно, с опусканием, конечно, некоторых деталей, по понятным причинам все-таки фильм советский, эта операция изложена. Значит, что придумали эти чекисты? КРО, вспоминаем, самое начало нашей экскурсии, стихотворение Владимира Маяковского, контрразведовательный отдел, возглавлялся Артуром Христиаровичем Артузовым. Он вместе с Держинским и Меньжинским, когда они стали думать, как им Савенкова выманить сюда, в Россию, решили создать фейковую, как мы сейчас сказали, организацию ЛД, либеральные демократы. Товарищ Артузов Артур Христианович из семьи ремесленника, по профессии инженер-металлург. Они уже имели у себя в застенках Шишеню, одного из связных Савенкова, который сюда пробрался и был арестован. У Шишени был сояк Иван Фомичев, на которого они тоже планировали выйти. И среди чекистов, кто-то мне тут обзвонился, я выключил звук, чтобы вам не мешать. Сейчас я открою свои шпаргалочки. Значит, была сверберована, ну как бы сейчас сказали, команда. Причем все эти люди, это были не просто интеллектуалы, не просто, так сказать, профессионалы. Это были самые настоящие гении, по-современному говоря. Да и не по-современному говоря, зачем я все время употребляю эту дурацкую фразу по-современному говоря. Это были гении своей работы. Ну вот, например, Артузов, у него отец был швейцарец, мать, ну, прибалтийские корни. И он, между прочим, окончил наш петербургский политех. И насколько я знаю, я раньше жил на Академической, сейчас я живу в совсем других местах, так бы я доехал, посмотрел. Там даже открыли ему мемориальную доску недавно, как одному из выдающихся выпускников этого нашего замечательного университета. У него был заместитель. Я вам прямо даже буду подставлять такие краткие фразы из этого фильма. Товарищ Пилляр, Роман Александрович, из дворянской семьи, сын инженера. Роман Александрович Пилляр. Этот вообще был из баронского рода. Мы вот сюда идем направо. То есть его по-настоящему имя было Ромуальд, Людвиг Пилар фон Пильхау. И он действительно говорил с акцентом, и в фильме это отражено. Затем был Сергей Пузицкий. Товарищ Пузицкий Сергей Васильевич из семьи учителя окончил юридический факультет Московского университета. Пузицкий он, но он не окончил, правда, но он учился на юрфаке. Все время хочется сказать СПБГУ, нет, Московского университета. Затем он окончил Александровское военное училище. И вот он был как раз одним из тех людей, кто, будучи там молодым прапорщиком, принял советскую власть, потому что видел в ней замену того, что творилось в царское время. Ну и плюс, опять-таки, да, не будем из песни слова убирать, новый порядок давал возможность совершенно другого роста по карьерной лестнице. Да, вот этот социальный лифт, он становился возможным. Дальше у нас кто был? Да, причем Пузицкий, забегая вперед, он вообще-то был потом замначальником Дмитлага. То есть, ну это абсолютно в доску свой человек, участник этой гулаговской системы и так далее. Было такое шестое отделение, там внутри этого КРО сформировано, его так неофициально называли белогвардейским, потому что оно занималось как раз-таки борьбой вот с этими бандфермированиями белогвардейцев. Начальником его был Игнатий Сословский, тоже поляк, между прочим, как и вот некоторые вышеперечисленные граждане. У него в данном случае было незаконченное высшее образование, но, извините меня, филологическое и философское. То есть, все эти люди знали каждый по нескольку языков. Еще, кстати, очень важно заметить. Один из главных фигурантов это Андрей Павлович Федоров. Товарищ Федоров Андрей Павлович происходит из семьи крестьянина-середняка. Исключен из гимназии за революционную деятельность. Федоров, как, кстати, Андрей Иванович Желябов, учился в Новороссийском университете. Он был не просто очень образованным человеком, он был очень артистичным человеком. Например, он как-то попал в плен к белым и был приговорен к расстрелу, но он был помилован по, так называемой, Деникинской амнистии, конвоирован в Владикавказ, и оттуда он мудрился сбежать под видом кучера в Тифлис. То есть, собственно, на это надо иметь определенные навыки, как вы понимаете. И он точно так же, как и Пузицкий, окончил Александровское военное училище, он точно так же, как и Пузицкий, молодым, соответственно, военспецом принял советскую власть. Именно Федоров был назначен главой этих самых либеральных демократов. Товарищ Сыроежкин Григорий Сергеевич из семьи крестьянина-бедняка окончил экстерном четыре класса гимназии. Значит, чтобы закончить перечисление, Григорий Сыроежкин, это человек, который, забегая вперед, в общем-то, пытался по одной из версий поймать Савенкова за ногу, когда тот выпрыгнул из окна в Лубянке. Ну и, наконец, Семен Гендин, тоже чекист, правда, он в фильме никак не фигурирует. Несколько человек было перевербовано здесь, у нас, в Молодой Советской Республике. Вы арестованы, гражданин Зикунов. И отправлено туда, в Европу. И вместе с ними отправился как раз Федоров под видом, у него была фамилия Мухин, под видом вот этого руководителя, этой организации ЛД. Там его, естественно, проверяли начальник уже контрразвенки Шевченко в Савенковской, затем у Савенков была правая рука Сергея Павловский. Это был очень жесткий белый офицер, который и до отбытия из России здесь отметился очень серьезными... А? А, вытруй. Очень серьезными преступлениями. Вот. И, например, этот Павловский прямо подставлял Федорову пистолет, заставлял его писать предсмертную записку по части того, что я являюсь агентом ГПУ, прошу меня, соответственно, не винить и так далее. Федоров не раскололся, он свою роль выдержал до конца. Я кончаю жизнь самоубийством, подпись Мухин, агент ГПУ. В ходе этой операции для пойманного Шишени была, соответственно, вызвана из Европы его жена. Приехал от его свояка Иван Фомичев. Иван Фомичев попал на заседание этих либеральных демократов. Там был целый спектакль. Но они говорили, что, извини, дружочек, мы будем разговаривать только с твоим руководителем, потому что какие-то, ну, по простому говоря, шестерки нам неинтересны. Тот приехал, соответственно, обратно в Европу. И закончилось, короче, если вкратце, это тем, что был послан уже самый близкий к часа Сайникову человек, Сергей Павловский, который не просто приехал сюда, он как бы тут сначала в Беларуси навел шороху там, он при переходе границы убил красноармейца, начал, соответственно, тут вспоминать прошлое, вот. Был схвачен и написал несколько писем Сайникову. И вот последнее письмо, они долго думали с Сайниковым, значит, как предупредить своего патрона, если тот, соответственно, загремит, если это все-таки провокация ГПУшная. И Сайников сказал, ты в одной, Серж, ты в одном, после одного из предложений не ставь точку. И он, действительно, во втором предложении не поставил точку, но не на тех нарвался. И мы сказали, а что это вы пунктации не знаете русского языка? И все. И Сайникову был послан, послано письмо, он все это прочитал вместе со своим секретарем, практически, Александром Дегов-Деренталем и его женой Любовью, которая была параллельной любовницей Сайникова. Он приехал сюда, здесь был арестован, в Беларуси, причем, когда зашли чекисты, он так, опустив рюмку, сказал, чисто сработано. Жаль, побриться не успел. Ну и все, и на Сайникову был произведен суд, показательный суд. И Сайников думал, что если расстреляют, стану героем, если не расстреляют, то сбегу. А ему приговорили к 10 годам. Причем на суде Сайников покаялся. Это произвело крайне негативное впечатление в Европе, это произвело крайне негативное впечатление на его соратников там и прочее. И он как раз содержался в тюрьме. Ну как тюрьма? Это два бывших доходных дома. Доходные дома Страхообщества России. Они до революции были одним из самых блатных домов. Он там жил с коврами на стенах, к нему приходила эта его любовница. Он там писал мемуары и даже получал гонорары от советской власти за них. Он ходил по ресторанам, ну естественно, в присутствии агентов ГПУ. Его возили гулять. И потом он выбросился из окна. Или его выкинули из окна. Ну вот специалист под революционным терроризмом Олег Витальевич Будницкий, прочитав, изучив материалы этого дела, он в одной из передач, в одном интервью сказал, что, по моему мнению, Сайников просто достал. Ну, Будницкий воспитанный человек, он не может сказать слово «заед». Ну вот, короче, просто достал. И, короче, они его нафиг выкинули. Вот такая вот история журнала «Яроваш». Это вам даже не охранное отделение царское, да? А все благодаря Феликсу Ильмановичу Дзержинскому, про которого мы сейчас еще пару слов скажем. И который, собственно, ввел новые вообще правила разработки агентов, который лично составлял инструкции, как устраивать обыски в тюрьмах, потому что он там этих тюрьмов прожил, дай бог. Мы почему, собственно, здесь приостановились? Потому что здесь у нас есть вот такой вот дом, во что превратились Зайкины лапки. В какой-то трэш-угар и садамию. Там вот всякие флаги. Но если мы посмотрим вот на этот корпус, если мы посмотрим вот на тот корпус, с очень странными стреловидными окнами, с очень странным карнизом, я имею в виду орнамент этого карниза, то мы поймем, что на самом деле здесь раньше вообще-то стояла церковь. Католическая церковь польского прихода в основном, но на тот момент это был единственный католический храм в Москве, и сюда ходили все. Сюда ходили и поляки, и, конечно же, французы. И вот, да, там наверху, кстати, два этих молота скрещенных. Я вчера ходил экскурсию, я говорю, это что? Это чей символ? Кто-то сказал, масонский? Я говорю, ну, не надо тут масонов искать везде, где только можно. Нет, железнодорожный. Это символ, на самом деле. Есть замечательная команда West Ham, лондонская футбольная, которая сейчас, кстати, на подъеме, Дэвид Нойс ее вытренировал, и вот у них, соответственно, вот символ их... Они обычно вот так вот делают. Вот Арнаутович, когда он за них играл, он все время вот так вот гола сделал, потому что у них два скрещенных, соответственно, молотом. Сейчас вот Гипроуглимаш, а раньше это был вот храм католический, значит, святого Павла. А мы... Я вам хочу показать вот этот вот дом. Ну, помимо того, что здесь были окна роста, где, соответственно, тот же самый нами упомянутый Маяковский зажигал вместе с товарищами, ну, помимо других, да, есть книжка, она, правда, хочу сказать, публицистическая, ненаучная, написанная Антоном Первушиным. Называется она Оккультный Сталин. Ну, понятно, что название такое, немножечко желтоватое, но я вам хочу сказать, что книжка очень досычитная разными данными, и оттуда я подчеркнул информацию вот про этот дом, потому что здесь собиралось общество розенкрейцеров, которое реально хотело... туда под навесик. Это общество розенкрейцеров хотело реально владеть магией, то есть это были такие полувозрелые Гарри Поттеры. Вообще, надо сказать, вот почему я про Стапа Бендера это упомянул, что эта эпоха 20-х годов, она же, ну, вот реально поле чудес, самое настоящее. Вот, буратины эти плодились пачками, потому что простой народ как бы вышел из несвободы к свободе, а порой что с этим делать было непонятно, поэтому такие персонажи, как Стапа Бендера, они процветали. Возглавлял это общество Евгений Карлович Тегер, он занимался всякими оккультными науками, долгое время искал себе какого-то сподвижника и нашел его в лице метеоролога Вадима Чеховского. Опять-таки, контекст времени. Вадим Чеховский на серьезных щах в Ленинградском институте мозга рассказывал про работу над передачей мыслей на расстоянии. И этому люди верили. Ну, вообще, на самом деле, вот я, когда изучал историю с Богдановым, Красиным, Луначавским, про это Бога строительство и прочее, про то, как они пытались скрестить коммунизм с христианством, Богданов занимался перевливанием крови, от чего, собственно, и погиб. Там же были вообще теории такие, что в будущем можно даже мертвых воскрешать. Это одна из причин, почему Ленина у нас замариновали. Знал бы он нас про то, какую участь ему его коллеги по партии приготовили. Я не думаю, что он возрадовался. А бедная Надежда Константиновна Крупская, памятник, который вот там установлен. Мы до туда, правда, не дойдем сегодня. Ну вот, представьте себе вот эта бедная женщина, у которой умер муж и которая приходит в Мавзолей и это все наблюдает. И более того, Сталин потом ей выставал претензию, что ты мужа забыла, не ходишь, его не навещаешь. Не фанат Крупский, но могу только посочувствовать. Так вот, они здесь организовали лабораторию по изучению всех этих магических тем. Под эгидой как бы Ленинградского института мозга, мол, они тут исследуют какие-то паранормальные вещи. И вот, по словам Чехаскова, который, это уже результат его допроса, в их организации, вот прям в подвале они здесь, обитали, существовал 9 степеней посвящения. Это огонь. Я вчера прочитал, людям очень понравилось. Первое. Научное исследование метапсихических явлений, выражавшихся главным образом в работе по передаче мыслей на расстояние и работе по ясновидению. То есть, надо этим работать. Дальше. Второе. Слушание курса арканологии. Я специально вчера загуглил, что это такое. Арканология. Рекомендую вам то же самое сделать. Не путайте с аркологией, кстати, если что-то не такое. И начало оккультной тренировки. Третье. Оккультная магическая практика изучения магии. То есть, без малого Хоггардс, понимаете. Четвертое. Центр Эмеш Редевис, не претендующий на достижение полноты оккультных возможностей. Пятое. Тоже после создания подходящей базы для серьезной оккультно-магической работы в течение ряда лет. Шестая. Тоже по достижению некоторых результатов и после начала строительства мирового на территории в СССР или с границей. Это каких результатов? То есть, они там какими-то волшебными палочками помахав, что-то, чего-то там достигают, дементоров побеждают. Седьмая. Мировой оккультно-магический центр, овладевающий полностью астральным планом. Что такое астральный план? Восьмая. Тоже при полном овладении ментальным планом. И девятое. Тоже при полном овладении божественным планом. То есть, вот такие амбиции. Но больше всего мне понравился пункт следующий. Для проведения экспериментальной работы членами общества организовывались сборы дикорастущих магических и лекарственных трав в Московской области. Планировалось их выращивание на плантациях и проводились эксперименты в области галлюциногенных препаратов, ароматов, мази и так далее. Короче, здесь не хватало рейва, я считаю, и был бы отличный ночной куб с тестированием всевозможных галлюциногенных препаратов. понятное дело, что этот подвал рано или поздно был накрыт, причем, почему они его здесь организовали? Вот, значит, опять цитирую эту книгу. Как показывал научные ставки с Чеховским его ближайший сотрудник по оккультной практике Преображенский, когда я в первый раз был приведен в подвал дома номер 16 по улице Малая Лубянка, ну, в общем, он спросил, почему они здесь организовались. Ему было ответено, что он расположен этот подвал рядом с подвалами АГПУ, где проливается кровь расстреливаемых, а, как известно, кровью умерших питаются лярвы. Не курвы, лярвы, создающие царство мрака и тьмы, которое должно быть разрушено токами света от магических операций в генераторе подвала. Ну, в общем, в 2018 году их накрыли. Значит, сначала их сослали на Соловки, откуда Тегер по болезни перевели в Среднюю Азию, а Чеховского, пытавшего сглазовить массовый пробег, побег расстреляли в октябре 29-го года. Такая вот веселая история. Ну, и, конечно же, мы не можем не затронуть персону Феликса Эдмоновича Держинского. Я скажу честно, вот из всех этих вот большевиков наших прекрасных мне персона Держинского максимально интересна и близка, потому что он был не политик. И из-за этого я сейчас объясню, почему. И вчера я тоже на экскурсии об этом говорил, и мы, в общем-то, пришли к выводу, что, скорее всего, так бы оно и было. Феликса Эдмоновича, скорее всего, расстреляли, как и всех этих Рыковых, Бухаринах и так далее. Потому что в чем был прикол вот этой операции Трес-2. Вот в конце фильма, обозначенного, они все выходят, стоят, рассказываются про то, как их наградили орденами Красного Знамени, там, значит, оружие и так далее. Все перечисленные мною люди могли бы в годы Великой Отечественной войны принести пользу Родине, в рядах СМЕРШ или еще каких-то организаций, но они все были расстреляны. Демиденко повезло, который, кстати, в фильме произносится как Демиденко на такой аристократический МОНЕР как ПИОНЕР и он умер в 1934 году своей смертью. Все остальные были расстреляны и Артузов, и Гендин, и Пузицкий, и Федоров, при том, что в случае с Артузовым там не только он был расстрелян, была расстреляна его жена, был расстрелян, соответственно, ой, а я же не показал дом-то. Мы не туда идем, мы идем по Малой Лубянке, а нам надо, нет, подожди, мы в Милютинском уже. А где же, где же, где же, где же, встречу на Манеже? А, он дальше будет, этот дом, да, извините. Сами мины местные, прошу прощения. И дело в том, что Дзержинский, он же, ну, во-первых, он поддерживал Троцкого, во-вторых, он вот таким откровенным, что тебя, окатили водицей колодезной из-за спальта. Дзержинский, он же стал вот таким кровавым палачом именно в перестройщенное время, да, то есть, до революции его трактовали как железный феликс, я не уверен, что он был прям железным, у него в детстве была травма, очень серьезно, психологическая, до сих пор неизвестно, что там, как было и почему, не хочешь колодезной воды больше, нет? Ну, увидишь, он приостанавливается, он хороший. Короче, он застрелил свою сестру, судя по всему, случайно, ну, и, как вы понимаете, это, ну, не проходит, бесследно. Плюс, он мечтал стать ксензом, ну, то есть, священником. Ну, и, соответственно, вот это вот все, как некая амальгама у него в душе плавилась и выкристаллизовывалась в определенный очень странный характер. Мы с вами проходим мимо дома, который был построен точно так же по проекту архитектора Лагмана, про который я сегодня уже рассказывал, только это самый начало 20-х годов. Здесь всего три квартиры. на этаже и были запроектированы изначально. И вот здесь, например, жил, ну, то есть, как, сначала Дзержинский, потом Минжинский, потом Его, после Его был Ежов, после Ежова был Берия. И вот смотрите, какая интересная ситуация. Дзержинский и Минжинский умерли сами. Кстати, в фильме Минжинский заворажен таким вот прямо бодрячком, а на самом деле он к тому моменту уже пластом лежал практически, ну, от состояния здоровья. И Егода очень многое за него делал. Егода был расстрелян, Ежов был расстрелян, Берия был расстрелян. Это очень странная ситуация, когда в одном из главных органов страны три раза подряд работали какие-то враги народу. Да, ну, то есть, это же нездоровая ситуация. И меня каждый раз, когда я про это все говорю, мне говорят, вот, а можно без антисоветчего? И я не понимаю, что здесь антисоветского. Ну, Зайка их расстреливал. Зайка выносил потом им реабилитационные договоры. Да, Егоду и Ежов, по-моему, не реабилитировали. А у всех вот этих ребят восстановили. Ну, и вот к вопросу о катализме, о катализме, католицизме, господи, это боже мой, о котором так грезил Феликсан Монович. Это у нас школа имени Александра Дюма. Французская. По-моему, здесь находится колледжа Франц. Я даже после окончания французского института в Питере там отучился. А, или французский институт здесь находится. В французском колледже даже отучился полсеместра. Но и даже сдал экзамены, но ушел, потому что мне что-то, ну, не понравилось то, что мне там преподавали. Я пошел туда на исторический факультет, а там какую-то хрень. Вот. С Дежинским мы закончим в самом, соответственно, в конце, потому что мне есть, что вам сказать. А здесь у нас вот Крам Святого Любовика. И тут мы можем немножечко так перенестись в Стольный град Париж. И вот я всегда на острове Сете возле Сан-Шепель спрашиваю, почему Париж стал тем, чем он стал. Почему он стал пупом земли. Дело в том, что ну вот Людовик Святой непосредственно на нас там смотрит. И у него, обратите внимание, у этого Людовика Святого, конкретно здесь, на этой мозаике, в левой руке Тернова Венец. сие неспроста. Он вообще Людовик IX. Я вот иногда думаю, вот у нас, представляете, ну там ладно, после Петра I как-то более-менее там, хотя до сих пор многие там романы их путают, про Великих Физеи там вообще даже не хочу заикаться, это Темный лес. Но до этого, ну, хорошо там Алексей Михайлович знаю, Грозного знает, а все остальные, это же вообще труба. А представляете, как французским школьникам, да, там еще средневековье и прочее. Он возглавлял два крестовых похода, седьмой и восьмой, результат, во время второго, собственно, там и умер. Про него есть такая во Франции пасторальная картина, что вот он сидит в Винсентском лесу, подумал и творит правосудие. То есть это вообще первый король, который вот такой стал лично разбираться в делах и выходить к народу. Был я в этом Винсентском лесу, там сейчас живут в основном французские бомжи, очень комфортно в палатках. Вообще Винсентский замок, кстати, съездить, оно того стоит. Туда можно доехать прямо на метро. Вот. Почему Терновый венец? Дело в том, что вот в этих святых землях, где тогда было так называемый Латинское государство, император Болдвин Второй, как-то, в общем-то, не хватало ему денег, он заложил не только Терновый венец, он там заложил частицу креста, копье Лонгина Сотника. Вот у нас, здесь, у нас, у вас, в Москве, да, дальше, в Барашовском переулке есть церковь, есть церковь, где один из пределов как раз освящен Лонгином Сотником, это римский воин, принявший христианство, и этот Лонгин Сотник есть на ограде изображенном. Венецианцам продал этот Болдвин это все добро, а выкупить не смог. И вот Ледовик что делает, он выкупает у венецианцев это все, приносит это все в Париж, под это он строит Сан-Шапель, и дело в том, что в средние века люди не передвигались по миру просто так, ну если они не купцы, не торговцы, ну не было понятия туризм, туризм был только религиозного характера, паломчества, и поэтому, грубо говоря, это такой, пойдем, ну это такой Диснейленд, религиозный, и все вот именно ломанулись в Париж, то есть именно Ледовику святому, почему он собственно святой, потому что он в эти крестовые походы сам ходил, и вот это все притаранил в Париж. Французы обязаны, что именно с тех пор Париж начал набирать обороты, как центр протяжения всего мира, а всем миром на тот момент была Европа. Здесь мы пришли с вами к зданию, которое построено было по инициативе Ларса Эриксона, это владелец той самой знаменитой компании Эриксон, у нас в 1999 году в Петербурге на Большом Самсонинском проспекте был построен завод Эриксон, сейчас он бизнес-центр Эриксон, естественно, в советское время он так не назывался, а здесь в начале 20 века была построена московская телефонная станция. Про то, как действовали телефонные станции, вы можете прочитать у меня в путеводителе по Невскому проспекту, я там подробно описываю, кого там брали, почему брали барышень, почему брали незамужних барышень, я рассказываю, а строил эту станцию человек не Эриксон, а Эрихсон, Адольф Эрикссон. По-моему, на 6 тысяч абонентов она была рассчитана, и вот как раз в этом фильме, но я помянутом, чтобы не отходить к другим картинам, Синдикат 2, там Павловский, он, например, звонит, и он берет не трубку, он берет, прикладывает ухо и говорит, соответственно, в рот, и частенько говорили, что не путайте ухо с ртом, потому что еще было время когда-то, когда не было даже трубок, то есть трубки были разъедены, а это второй корпус, это уже другой архитектор, и здесь у нас есть вот барельеф, посвященный 17-му году, потому что, как вы знаете, когда вы хотите захватить власть, вам надо, прежде всего, взять телеграфный телефон, и вот по вопросу, как вот должны были изображать вот там вот человек, вот раненый, вот так вот изображаются раненые люди, да, тут написано, что с белогвардейцами тут бились большевики, ну, какие-то были белогвардейцы, это были юнкера, засевшие здесь, молодые парни, которые были виноваты лишь в том, что не, собственно, не стали придавать присягу, ну, вот, например, Пузицкий и Федоров, они перешли на сторону красных, а эти не перешли, ну, и что, винить их за это, вот, видите, недовольный человек о чем-то говорит и обратите внимание, он уже говорит в трубку, ну, а здесь, соответственно, дамочка весьма довольна. да, так вот, завершая вот эту тему в нашем Милютинском переулке, кстати, у нас в Петербурге есть Милютинские ряды, это рядом с гостиной двором, это вот как раз вот этот самый Милютин, который начинал с производства шелка, здесь у него была шелковая фабрика, мы прошли это здание, не стал его показывать, потому что, ну, не столь это важно, в контексте моего конкретно рассказа. Видите, обязательно надо отломать у цветочков лепестки. Хотя это родные ворота, еще дореволюционные, видите, сделаны прямо как такие средневековые ворота с такими шипами. Значит, Феликс Эдмондович, он же был вообще монстр, он, например, вот если пойти туда, вот, возвращаясь к Фомину, то Фомин, помимо всего прочего... Фомин, помимо всего прочего, на Садово-Черногрязской возвел здание НКПС, у нас просто закончилась батарейка, поэтому, собственно, пришлось здесь прерваться. У меня была дивная история, когда уже в Петербурге на Кадетской линии я показывал дом, где архитектор Фомин прожил довольно долгое время, вот здесь в левом верхнем углу как раз вы видите мемориальную доску, и были москвички среди пришедших на экскурсию, немножко прибухнувшие, а я очень люблю троллить москвичей. Не всем это нравится, потому что, к сожалению, самоирония это вообще большая редкость в России, им это очень не понравилось, они остались крайне недовольны, но когда я им начал рассказывать, соответственно, про Ивана Александровича и говорить, что вот есть штаб-квартира РЖД на Садовом кольце, одна из них сказала, да-да-да, это такое уродское здание, так что вот вам, соответственно, разные мнения про одно и то же. Оказывается, все это время зайка был не зайка, но что поделать, бывает. Уши, они, знаете, опадают, это был просто какой-то хрен в розовом плаще. Эксбицианист. Я думаю, теперь я понимаю, почему ко мне подходили менты, если бы я был все-таки с ушками, они бы, наверное, подошли бы, меня бы погладили, а так они видят, какой-то непонятный человек в розовом костюме ходит и почему он там вообще шарится. Феликс Музыч Дзержинский был не только председателем ВЧК, он был, например, председателем другой ЧК. Было масса таких ЧК, например, Чеквалап, была такая чрезвычайная комиссия по заготовке лапти и валенок для Красной Армии. Дело в том, что мы же сами ходили по Большой Лубянке и по Малой Лубянке. Луб – это вообще то, из чего делались раньше валенки. Это излитые специальные такие штуки. И после революции, когда ничего не стало, ни денег, ни еды, ни прочее, естественно, начали активно есть и овец, и даже вот этот луб в пищу употребляли, поэтому вопрос о заготовлении валенок и лаптей стал крайне актуальным. Вот даже такую организацию возглавлял чекист Дзержинский. Дальше он, по-современному говоря, был министром железнодорожного транспорта. То есть он возглавлял НКПС, именно поэтому здание НКПС Народного комиссариата по телесообщения на Садовом кольце было построено точно так же Фоминым железнодорожным. Дальше он был председателем ВСНХ, Всесоюзного комитет Народное хозяйство. То есть он был министром у нас сельского хозяйства. Он председательствовал в комиссии по беспризорникам. Вообще каждый чекист обязан был по его инициативе отдавать 10% своей зарплаты на нужды беспризорников. И, кстати, в фильме в Атомсиндикат 2 там тоже есть эпизод, когда какой-то боевой матрос приходит, говорит, снимите меня с этой должности, не хочу заниматься этими детками. В общем, и это только краткий перечень. Сколько спал Феликс Едмудович, я могу только догадываться. И это при том, что у него прошлое такое аховое, он столько отсидел, он там три раза бежал, два раза из ссылки. Один раз он был выпущен еще в 1925 году по амнистии. И я вам хочу зачитать один пассаж. Дзержинского. Это цитата из его выступления на 10 съезде РКПБ в марте 1921 года. Товарищи, вы называете мою кандидатуру в члены ЦК, вероятно, имея, что я буду продолжать работу в качестве председателя ВЧК, а я не хочу, а главное, не могу там больше работать. Вы знаете, что моя рука никогда не дрожала, когда я направлял карающий меч на головы своих классовых врагов. Но теперь наша революция вступила в трагический период, во время которого приходится карать не только классовых врагов и трудящихся, рабочих, крестьян в Кронштадте, в Тамбовской губернии, в других местах. Вы знаете, товарищи, что я не щадил своей жизни в революционной борьбе, боролся за лучшую долю рабочих и крестьян, а теперь и их приходится репрессировать. Но я не могу, поймите, не могу, очень прошу снять мою кандидатуру. Он это говорил еще в 1921 году. И это совершенно не вяжется у нас образом какого-то кровавого чекиста Дзержинского. Учитывая его поддержку Троцкого, учитывая это все, ну, как вы думаете, как бы он кончил свою жизнь, проживем долго? Ну, проживем до 30-х годов. Потому что еще раз хочу сказать, что он был не политик. Ленин был политик, Сырлов был политик, Троцкий был политик, Сталин был политик, Дзержинский был не политик. Поэтому, в общем-то, наверное, и хорошо, что он умер и остался у нас в памяти, как Железный Феликс. Оставлен памятник на Лубянской, а тогда площади Дзержинского. И я вот все время поражаюсь тому, что история никому ничего, никого, ничего не учит. Дело в том, что памятник снесли, снесли не марсиане, снесли сами наши прекрасные советские, постсоветские люди. И вот недавно у нас тут было голосование, устроенное правительством Москвы, кого в финале выбирать. Дзержинского или Александра Невского. Я не понимаю, зачем людей до сих пор сталкиваются лбами. Ведь ясен красен, что единого мнения не будет по этому поводу ни у кого. И по этому поводу я бы хотел закончить на французском примере. Почему на французском? Потому что большевики прекрасно знали историю французской революции. У меня есть об этом отдельный выпуск из Парижа прямо, потому что когда шла речь о том, кто должен возглавить ЧК, Ленин предложил персону Дзержинского и сказал, что у нас красный Якобинис. А что тут хмуро заметил, что если я красный Робеспьер, то у нас Петерс и Сен-Жустр. Сейчас даже не все скажут, кто такой Сен-Жустр. Дзержинский как воду глядел, потому что Петерс, в общем-то, как Сен-Жустр пошел на плаху. Он был расстрелян. И все они знали, чем закончил тот же самый Робеспьер. Во Франции на площади Конкорд раньше стояло, это была вообще Королевская площадь раньше, там стоял в центре памятник Людовику XIV. Потом на этой площади казнили много кого, там и Людовику XIV оттяпали голову, и его жене Мария Антуанасия. Единственное, что в разных концах площади это происходило. И вот, когда появился у нас так называемый король буржуа Луи Наполеон в результате трех славных дней Летхуа Глорьезе, как это называется у нас во Франции, вот на площади Бастилия стоит в честь этого монумента, встал вопрос, что поставить в центре этой площади. Понятно, что не памятник королю, понятно, что не памятник эволюционеру. И выбрали стамяскую египетскую, обелиск, египетский обелиск, который устроил всех. А площадь назвали площадь Согласия, Конкорд это Согласие. И вот это как раз консессенция французского бытия. То есть они умудряются и умудряются женить революцию монархии у них. Тут памятник Д'Антону, тут памятник Геннольфу IV. У нас же до сих пор почему-то происходит вот это. Понимаете? Сталкиваюсь. Зачем это делается, я не могу понять. Вот, собственно, все, что я вам сегодня хотел сказать в виде ушастого-неушастого зайца. Дорогие москвичи, вас ждет, возможно, последний в этом году мой заезд. Со 2 по 4 декабря традиционно две экскурсии вечерние, четверг-пятница и две экскурсии дневные в субботу для особо упоротых и стойких экскурсантов. В Петербурге экскурсии пока проходят по выходным, в декабре, если будут морозы, то, конечно, мы гулять перестанем. Я пока не знаю, когда возобновятся лекции Романова без соплей, ищу помещения в Москве, в принципе, есть какие-то варианты, но напоминаю, если у вас есть удобные для этих целей помещения, то на любых условиях мы можем с вами договориться. В продаже есть три моих книжки, роман «Корень», остросоциальный, путеводитель по Невскому проспекту и книга о пиаре во время русско-японской войны. Все подробности есть на сайте, ссылка внизу. Ну и в завершении, чтобы рассказывать не только о гениальных чекистах, которых свои же и уничтожили, стихотворение человека, которого советская власть загубила просто за то, что он писал неправильные, по ее мнению, стихи. Назвали его Осип Мандельштам. И хорошо, что у нас в стране все-таки есть люди, которые понимают, что репрессировать людей просто за иное мнение это неправильно. За гремучую доблесть грядущих веков, за высокое племя людей, я лишился и чаши на пире отцов, и веселья, и чести своей. Мне на плечи кидается век волкодав, но не волк я по крови своей. Запихай меня лучше, как шапку в рукав жаркой шубы сибирских степей, чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы, ни кровавых костей в колесе, чтоб сияли всю ночь голубые песцы мне в своей первобытной красе. Уведи меня в ночь, где течет Енисей, и где сосна до звезды достает, потому что не волк я по крови своей, и меня только равный убьет. На этом все. Оставляйте комментарии там. С вами был гид Павел Перец. Увидимся. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова